Шины, камни и палки. Одесситы решили самовольно избавиться от проблемы транзитного проезда в своих дворах. На маршала Жукова люди построили на дорогах баррикады из подручных средств. Но такими радикальными действиями они ограничили проезд не только автохамом, но и экстренным службам. Разбиралась ситуация Лилия Гарапашная. После долгожданного ремонта межквартальных проездов на маршала Жукова местные столкнулись с новой проблемой. Говорят, дорога под их домами сразу же превратилась в оживленную автомагистраль. Первые бетонные блоки появились здесь. Однако проблему транзита это не решило. Машины стали объезжать пробки по другим дворам этого жилмассива. Люди пошли на радикальные меры. На дорогах появились баррикады. Почему-то радужный не хочет. Утром не выйти из подъезда. Ну посмотрите сами, подъезд и сразу трасса. Понимаете, просто невозможно. Дети здесь, старики с колясками. Мусор вынести невозможно. Сколько мы боролись, сколько мы просили. Мы писали по всем инстанциям. Нас везде, гордороги сказали, что это их не касается. Сказали, решайте проблему как-то сами. Что хотите, то и делайте. Сейчас, рассказывают, впервые почувствовали себя в безопасности. Дети стали спокойно играть на площадках. Но борьба не окончена. Водители продолжают искать объезды и портят зеленую зону и тротуары. Дорогу перекрыли жильцы. Вот так же, как поставили баллоны. Они что делают? Они так. Ага, вы поставили? Ставьте. Они вот так берут, объезжают и по этой дорожке разбивают ту дорожку. Баррикады продолжают расти. Открытыми остались всего два заезда. А с одной и с другой стороны жил массива. Водители недовольны. Объясняют, ездили через дворы не ради удовольствия. Часто люди пользуются тем, что можно проехать дворами, потому что плохо организовано движение по маршалу Жукова. Этим должны заниматься специальные службы. Ну и, видимо, на это просто, говоря по-простонародному, наплевать. Инициативу активных жителей поддерживают и не все местные, поскольку строительство таких баррикад незаконно. Люди уверены, здесь нужно комплексное решение. Транзитный проезд по междворовым дорогам, он в принципе запрещен правилам дорожного движения. Но то, что люди какие-то действуют незаконно, не дает нам право действовать незаконно, перекрывать эти дороги. Я предлагаю убрать эти камни на дорогах, выполнить все по закону, положить лежачие полицейские, чтобы люди не гоняли. Но в любом случае надо решать это комплексно. Это проблема не то, что ты перекрыл и все, она решилась. Но самое опасное – экстренные службы теперь вряд ли быстро проедут к нужному адресу. В ГСЧС отмечают, при чрезвычайной ситуации нет времени кружить по району и искать нужный заезд. Счет идет на минуты. Все межкартальные проезды должны быть открыты не только для нашей службы, но и для всех спецслужб, и швидка, и служба газа, и полиция, для того, чтобы они могли вчасно прибыть и зарегулировать на тот или иной вопрос. Сборчивается час для ликвидации и рятования людей. Есть загроза людям, жизни, майну и технике, которая находится поближе этих домов. Освобождать проезд жители домов категорически не согласны. И пока власть не вмешается в разрешение проблемы, готовы защищать свой комфорт сами.